Сегодня мы напросились в гости к директору компании Interpolaris Игорю Перевезенцеву. Компания это удивительно тем, что разрослась буквально из гаражной мастерской до поставщика продукции для атомной станции и оборудования. Игорь, расскажите, пожалуйста, как так вышло и чем занимаетесь сейчас? Да, добрый день. Мы изначально к компании Interpolaris это разработчики. То есть мы изначально разрабатывали оборудование для различных производителей по всей нашей стране. Такащий говорит, а мне нужно, чтобы у меня там пар или вода сейчас вот был там здесь вот 50 градусов с таким давлением, а там вот 100 градусов с таким давлением, с такими характеристиками. И наша задача разработать, согласовать, спроектировать, рассчитать, изготовить. То есть по сути сделать ранее несуществующее оборудование? Да, сделать ранее несуществующее оборудование. Ну там один из примеров, вот мы стоим сейчас с частью аппарата, он, это ожижитель водорода. Он, ну понятно по названию, делает водород из газообразного жидким. Такой техники у нас в стране нету, никто не производит. И вот у предприятия «Маяк» возникла необходимость в технологическом процессе этот водород ожиживать. Вот мы делаем это устройство. У нас заказов больше, чем мы можем сделать всегда. И мы единственным сдерживающим фактором на сегодняшний день является персонал. Вот узнает о вас молодой, умный, замотивированный человек, увидел, что интересными разработками занимаетесь. Что вы готовы ему предложить по условиям работы? Уровень заработной платы на нашем предприятии выше рынка. Выше порядка, ну процентов там 25-30 пока по рынку в среднем. Сейчас цифру какую-нибудь всплывем, средняя примерно, сколько получается здесь ребят? Ну, если мы, например, возьмем разработчиков, то средний разработчик получает, ну, тысяч, наверное, 70 инженер-конструктор, там, ну, в зависимости от категории, там, от 50, наверное, до 100+. Вот. Что касается, там, рабочих специальностей, то это, наверное, 50-60, ну, тоже в зависимости от квалификации. Большинство наших людей, которые с нами сейчас уже работают, наша команда, это все заряженные люди, они горят идеей, они горят работой, им интересно то, что они делают, и мы стараемся брать только такие проекты, которые будут интересными для разработчиков и для изготовителей. Давайте посмотрим на произведение вашего искусства. Да, конечно. Вы видели вот такую пеструю штуку, оказалось, что это аппарат для испытания воздухом различного оборудования, и сюда, со всего региона, свозят разные вещи, чтобы испытать их на прочность. И на вот этом внушительном по размерам станке были сделаны небольшие медальки для рождественского забега. Делаем раз, и вот здесь появляется фотофакт. Мешок пружин. Шутка. Это результат бешеного труда многочасового металлическая стружка. А теперь давайте посмотрим, что происходит в этом космическом аппарате. Понимания не прибавилось, давайте спросим у специалистов. Расскажите нам вкратце, что происходит вот здесь. Ну, цех механической обработки, классические стандартные станки с числовым программным управлением, четырехосевые, трехосевые, обрабатывающий центр, фрезерный обрабатывающий центр, токарный обрабатывающий центр с приводным инструментом, там так дальше. Токарные станки, токарная группа с числовым программным управлением. Ни одного человека здесь нету. Есть операторы, они приглядывают за оборудованием, это позволяет снизить человеческий фактор к минимуму, оператор только наблюдает за процессом, все детали обрабатываются, вы видите, по программе. Прямо в прямом эфире. В прямом эфире, да. С Богом! Ну, собственно, это один из видов контроля, который производит наша лаборатория, у нас своя лаборатория, она аттестована, аккредитована, это источник, генерирующий источник генерирующего излучения, то есть здесь радиоактивное излучение в рентгеновском спектре, просвечивает металл, ну, в зависимости от экспозиции, которую мы выставим на установке, там через одну снимку, через две стенки, и мы на пленке, затем сейчас посмотрим, видим все дефекты возможные. Пока нет начальства, как вам работается на Интерполярис? В Интерполярисе работаю уже два года, уже третий год пошел, в принципе, достойная заработная плата. Дорогие друзья, все видели сами, приглашаем вас в нашу команду, мы ждем вас, от вас зависит развитие нашей компании, а от нашей компании зависит ваше развитие. Сегодня приглашаем вас стать членом нашей команды, чтобы вы почувствовали себя нужными и важными членами коллектива.